Проект резолюции. Задачи профессиональных союзов и методы их осуществления. Томм 42. Страницы 9.10. Настоящий документ положен в основу резолюции о задачах профессионального движения, принятой 8 ноября 1920 года фракцией РКПБ 5-й Всероссийской конференции профессиональных союзов и опубликованной 13 ноября в газете «Правда». За резолюцию голосовало свыше 200 человек. 12 воздержалось. На конференции, которая проходила в Москве со 2 по 6 ноября, официальное открытие конференции состоялось 3 ноября, партия поставила вопрос о перестройке работы профсоюзов в соответствии с задачами мирового социалистического строительства, о развертывании демократии, об отказе от военных методов командования и администрирования. Против перехода к новым методам работы выступил Троцкий. На заседании коммунистической фракции конференции 3 ноября Троцкий бросил по выражению Ленина крылатое словечко о перетряхивании профсоюзов, потребовал завинчивания гаек и немедленного огосударствления профсоюзов. Речь Троцкого, положившая начало дискуссии в партии, получила отпор со стороны коммунистов-делегатов конференции. Расхождение с Троцким по вопросу о профсоюзах являлось расхождением по вопросу о методах подхода к массе, о владении массой, связи с массой. Смотри настоящий том страницу 206. Осуществление требований Троцкого привело бы фактически к ликвидации профсоюзов, к подрыву диктатуры пролетариата, поэтому они стали предметом обсуждения ЦК партии. 8 ноября на пленуме ЦК выступил Ленин с тезисами, противопоставив их взглядам Троцкого. При голосовании тезисы Троцкого получили 7 голосов, тезисы Ленина – 8. Тезисы Ленина легли в основу его проекта резолюции, задачи профессиональных союзов и методы их осуществления, принятого большинством голосов пленума – 10 против 4, при одном воздержавшемся. Сообразно решением 9-го съезда РКП. Конференция, еще раз обращая внимание профсоюзов на необходимость их неуклонного выполнения, указывает в частности, что ударность в смысле соблюдения единого хозяйственного плана, требующего установления определенной очередности в деле экономического строительства, является бесспорной. 9-й съезд РКПБ состоялся 29 марта 5 апреля 1920 года в Москве. По своему составу 9-й съезд был самым многочисленным из всех предшествовавших ему съездов партии. В нем участвовало 715 делегатов, из них с решающим голосом 553, с обещательным 162, представлявших 611 978 членов партии. На нем были представлены партийные организации Центральной России, Украины, Урала, Сибири и других районов, недавно освобожденных Красной Армией. Многие делегаты прибыли на съезд прямо с фронта. Порядок дня съезда. Первое. Отчет Центрального комитета. Второе. Очередные задачи хозяйственного строительства. Третье. Профессиональное движение. Четвертое. Организационные вопросы. Пятое. Задачи коммунистического интернационала. Шестое. Отношение к кооперации. Седьмое. Переход к милиционной системе. Восьмое. Выборы Центрального комитета. Девятое. Текущие дела. Работа съезда проходила под непосредственным руководством Ленина. Ленин выступал с отчетным докладом о политической деятельности Центрального комитета и с заключительным словом по докладу, с речами о хозяйственном строительстве, о кооперации, с речью при закрытии съезда и с предложением по поводу списка кандидатов в члены Центрального комитета партии. В резолюции об очередных задачах хозяйственного строительства съезд отметил, что основным условием хозяйственного возрождения страны является неуклонное проведение единого хозяйственного плана, рассчитанного на ближайшую историческую эпоху. КПСС в резолюциях и решениях съезда в конференции Пленмов ЦК, часть 1, 1954 год, страница 478. Главное место в едином хозяйственном плане занимала электрификация, которую Ленин выдвигал как великую программу на 10-20 лет. Директивы Девятого съезда явились основой плана Государственной комиссии по электрификации России ГОЭЛРО, окончательно выработанного и утвержденного в декабре 1920 года восьмым Всероссийским съездом Советов. Большое внимание на съезде было уделено организации управления производством. В резолюции по этому вопросу было указано на необходимость создания компетентного, твердого и энергичного руководства на основе единоначаля. Против линии партии на съезде выступила антипартийная группа демократического централизма Сопронов, Осинский, Смирнов и другие. Прикрываясь фразами о демократическом централизме, а в действительности извращая этот принцип, децисты отвергали необходимость единоначалия на производстве, выступали против твердой партийной и государственной дисциплины, лживо утверждали, что в ЦК не проводится принцип коллегиальности руководства. Группу децистов на съезде поддержали Рыков, Томский, Милютин, Ломов. Съезд дал отпор децистам и отверг их предложения. Особое внимание на съезде было обращено на трудовое соревнование и коммунистические субботники. Для распространения соревнования рекомендовалось широко использовать премиальную систему оплаты труда. Съезд постановил превратить международный пролетарский праздник 1 мая, приходившийся в 1920 году на субботу, в грандиозный всероссийский субботник. Важное место в работе съезда занял вопрос о профсоюзах, который рассматривался под углом зрения приспособления всей работы профсоюзов к выполнению хозяйственных задач. В решении по этому вопросу съезд четко определил роль профсоюзов, их взаимоотношения с государством и партией, формы и методы руководства коммунистической партии профсоюзами, формы участия профсоюзов в хозяйственном строительстве. Съезд дал решительный отпор анархо-синдикалистским элементам Шляпников, Лазовский, Томский и Лутовинов, отстаивавшим независимость профсоюзов и противопоставлявшим их коммунистической партии и советской власти. 4 апреля на закрытом заседании съезд избрал новый состав Центрального комитета в количестве 19 членов ЦК и 12 кандидатов. Вместе с тем, в настоящий момент должен быть, как признала партконференция 9-го 1920-го начат постепенный, но неуклонный переход от ударности к уравнительности. В особенности в деле направления ряда лучших организаторских сил из отдельных союзов на усиление всего ВЦСПС в целом, на улучшение его аппарата, на большую систематизацию работы во всех профсоюзах и укрепление таким образом профсоюзного движения в целом. В частности, это должно быть применено к ЦЕКТРАНУ, его непропорциональное усиление по сравнению с другими союзами должно быть прекращено, и добавочное количество лучших сил должно перенести на все профдвижение те методы повышения демократизма, самодеятельности, участия в управлении промышленностью, развитие соревнования и прочее, которые дали наилучшие результаты на практике. Смотри резолюцию 9-й Всероссийской конференции РКПБ об очередных задачах партийного строительства. КПСС в резолюциях съезда в конференции Пленумов ЦК, часть 1, 1954 год, страница 507. 9-я Всероссийская конференция РКПБ состоялась в Москве 22-25 сентября 1920 года. В ее работе принял участие 241 делегат, 116 с решающим голосом и 125 с обещательным, от 700 тысяч членов партии. В порядке дня конференции стояли следующие вопросы. Доклад представителя польских коммунистов, политический отчет ЦК, организационный отчет ЦК, об очередных задачах партийного строительства, доклад комиссии по изучению истории партии, отчет о Втором Конгрессе Коминтерна. С политическим отчетом ЦК на первом заседании конференции выступил Ленин. Основным вопросом политического отчета Центрального комитета был вопрос о заключении мира с Польшей и подготовке разгрома белогвардийской армии Врангеля. Конференция единогласно приняла резолюцию об условиях заключения мира с Польшей. Было одобрено заявление в ЦИК о конкретных условиях мира с Польшей, составленное под непосредственным руководством Ленина и им отредактированное. Важное место в работе девятой конференции заняло обсуждение вопроса об очередных задачах партийного строительства. Еще в начале сентября 1920 года Центральный комитет обратился ко всем партийным организациям с циркулярным письмом, в котором указывалось на некоторые нездоровые явления, проявившиеся в тот период в ряде партийных организаций. Отмечалось, что отдельные коммунисты, занимавшие руководящие посты в советских и хозяйственных учреждениях, не боролись с бюрократизмом, злоупотребляли своим положением, оторвались от своей партийной организации и рабочих масс. По предложению ЦК местные партийные организации обсудили на партийных собраниях это письмо и через своих делегатов представили конференции практически предложения по устранению недостатков. На конференции при обсуждении задач партийного строительства выступила антипартийная группа демократического централизма, выставившая своим садокладчиком Сопронова. Децисты выступили против партийной дисциплины и руководящей роли коммунистической партии в советах и профсоюзах. Так же, как и девятый съезд РКПБ, партийная конференция дала решительный отпор группе демократического централизма. Конференция приняла резолюцию об очередных задачах партийного строительства, проект которой был написан Лениным. Лениным были также написаны предложения к резолюции об очередных задачах партийного строительства. Смотри сочинение 5-е издание том 41 страницы с 292 по 294 В резолюции были намечены практические меры, направленные на дальнейшее укрепление рядов партии и усиление ее руководящей роли в советском государстве на всемирное развитие внутрипартийной и советской демократии. Рекомендовалось возможно чаще собирать общие собрания членов партии с обязательным присутствием на них всех ответственных работников организации. КПСС в резолюциях и решениях съездов конференции пленумов ЦК Часть 1 1954 год страница 507 Конференция указала на необходимость шире привлекать рядовых коммунистов к активному участию в работе губернских конференций и пленумов губкомов РКПБ. Намечены были также мероприятия по искоренению следов бюрократизма в работе советских и хозяйственных органов. Для борьбы с различными злоупотреблениями и для разбора жалоб поступающих от коммунистов конференция признала необходимым создание контрольной комиссии о пригубкомах специальных партийных комиссий. По организационному отчету ЦК 9 конференция приняла резолюцию в которой предлагалось усилить работу секретариата ЦК в направлении наиболее полного ознакомления с работой на местах и извлечении из нее опыта больше внимания уделять работе агитационно-пропагандистского отдела а также указывалось на необходимость со стороны ЦК улучшить непосредственное руководство организационной работой коммунистических организаций в рядах Красной Армии и флота и недопущение обособления работы этих организаций от общественной жизни. ЦЕКТРАН Центральный комитет Объединенного Профессионального Союза Железнодорожного и Водного Транспорта создан в сентябре 1920 года Объединение двух транспортных профессиональных союзов было вызвано необходимостью создания крепкого централизованного руководства способного обеспечить выполнение задач направленных на быстрое восстановление транспорта разруха которого грозила парализовать народное хозяйство страны Трудность поставленных задач потребовала временного проведения политики чрезвычайных мер и военных методов работы внутри профсоюзной организации проделав значительную работу по восстановлению транспорта Цектран впоследствии выродился в оторванный от профсоюзной работы бюрократический орган бюрократизм голоадминистрирование назначенчество отказ от демократических методов работы усиленно насаждаемые троцкистами захватившими руководство Цектраном в свои руки восстанавливали рабочих против партии раскалывали ряды работников транспорта эти порочные методы были осуждены Центральным комитетом партии пленумы ЦК РКПБ состоявшие с 8 ноября и 7 декабря 1920 года вынесли решение включить Цектран в общую систему работы ВЦСПС на одинаковых с другими союзами правах и рекомендовали Цектрану изменить методы его работы в направлении расширения профсоюзной демократии осуществление широкой выборности всех профсоюзных органов сокращение назначенчества и так далее Первый Всероссийский съезд транспортных рабочих созванный по решению ЦК партии в марте 1921 года изгнал троцкистов из руководства Цектраном и наметил новые методы работы Страница 10 Признавая безусловно необходимым согласно решению 9-го съезда РКПБ развить расширить усилить участие профсоюзов в управлении производством конференция поручает ВЦСПС немедленно подытожить практический опыт имеющийся в этом отношении у наилучших союзов и предприятий разработав возможно более подробную инструкцию которая помогла бы использовать этот опыт всеми профсоюзами и обязала их приступить к этому использованию более энергично и более систематично в частности относительно привлечения специалистов написано в ноябре не позднее 8-го 1920-го года впервые напечатано в 1950-м году в четвертом издании сочинений Ленина том 31-й печатается по рукописи у motivate стэн ленту лис 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 Продолжение следует...